Something's in my ass Привет, я Илья Кролик и в этом видео я поделюсь своими впечатлениями от фильма Бэтмен Мэтта Ривза Начнем без спойлеров, но постепенно перейдем и к ним Фильм уже доступен в сети, поэтому кто хочет, может прямо сейчас туда взять, отправиться и посмотреть Если что, у меня все плохо, поэтому меня можно поддержать на Boosty, где выложены некоторые бонусы Можно даже не подписываться, можно купить какой-нибудь заинтересовавший бонус Там, например, я выложил первый выпуск своего скетч-шоу старого Тебе стоит меньше дрочить? Нет Будет и второй, так что следите там за обновлениями Давай, давай, давай Чувак, чувак, ты кто? Я Бэтмен! Из фильмов компании Warner Brothers по комиксам DC не сложилось одной цельной вселенной Поэтому они начали делать, что получится У них очень удачно выстрелил Джокер И в то же время у них как-то лежали без дела два главных актива Это Бэтмен, это Супермен Пока клепаются сиквелы Чудо-женщины, нормально чувствуют себя Аквамен Бэтмен и Супермен Много забытых лет назад продюсеров не устроила Лига справедливости Зака Снайдера Потому что там мрачный Бэтмен И теперь, спустя много лет, выпускают фильм про мрачного, реалистичного Бэтмена Типа, чё? Но, тем не менее, что получилось, то получилось Почему бы не заценить то, что сделано По мне, свежий взгляд, свежая история Это, как минимум, всегда интересно И этот фильм, я не буду его сильно расписывать Я думаю, все уже посмотрели, знают сюжет Короче, в целом, впечатления у меня такие Очень эффектный фильм с неэффективной историей Что я имею в виду? Как картинка, как визуализатор Режиссер Мэтт Ривз хорош У него очень красивые планеты обезьян Предыдущие фильмы Но, как истории, для меня Они где-то на другом уровне эффектности То есть, у него есть своя аудитория И это немного не я То есть, там происходит много таких сцен Которые, да, крутые, но не настолько крутые Чтобы полностью меня захватить И не обращать внимания на какие-то косяки истории В том плане, что, когда я смотрю Человека-паука от Марвел И там главные герои приводят к себе в комнату шестерых злодеев Парочка из которых в итоге подносрут и натворят свои злые злодейские вещи Я такой, типа, ну хера с ним Зато было весело, к тому же фильмы к себе серьезно не относятся Здесь же фильм прям, ну прям серьезный-серьезный Тут есть несколько милых кадров с котиками и небольших шуток Но в целом он с серьезным лицом И когда с серьезным лицом что-то где-то начинается проседание Это все очень близко к тому, чтобы скатиться в скуку Но для меня здесь это не происходит Фильм очень красив, я это, наверное, буду повторять Он красивый, очень, ой, очень красивый Мне понравились образы и актеры всех персонажей Бэтмен, его Дворецкий, Селина Кайл, Женщина-кошка, комиссар Гордон, Загадочник, Пингвин Все очень красивые, но недоигранно недожатые Типа Дворецкий С ним даже происходит сюжетная драма Но мы настолько мало с ним общались Он настолько никакой вот в плане взаимодействия с Бэтменом Да, он ему принес на блюдечке решение подсказки к паре загадок И что? А где у них общение? То есть, если мы посмотрим предыдущие там фильмы с Бэтменом Они то по рации общаются, да? То есть, он ему напрямую помогает во время заданий как помощник То он его там из огня вытащит То есть, есть какие-то взаимодействия, что они команда В этом Бэтмене есть линия, что Альфред новый отец для Бэтмена Но это, ну, никак не передано В это должны поверить уже в момент драматической развязки линий этих персонажей Но до этого, ну, не было ничего Там просто он пришел на две минуты, там, я не знаю Принес хавчик и все Все Женщина-кошка в исполнении Кравец Очень красивая Я не совсем проникся любовной линией Но такой, типа, ну, окей Пингвин, пингвин потрясающий Он очень мемный Колин Фаррелл Я не знаю, зачем они так додумались Как они пришли к такому решению, что именно Колин Фаррелл должен играть пингвина Но он очень классный, он веселый Он отыгрывает какого-то Роберта Де Ниро Времен гангстерских фильмов И при этом он очень классный Строит рожи на протяжении всего своего существования в кадрах То есть, например, когда там идет зрелищная погоня Все равно каждый раз, когда показывают пингвина Он очень веселый Очень интересно выглядит В каком-то смысле вносит такую юмористическую долю в этот мега серьезный фильм И на примере погони за пингвином Мне кажется, очень четко выражается одна из моих главных претензий к этому фильму Эффектность над эффективностью Потому что погоня очень красивая Дождь, красный цвет, цветокоррекция Там взрывы, прыгающая машина Бэтмена Отражение в зеркале Все это очень здорово Для чего это была погоня? В итоге все оказывается к тому, что пингвин подсказывает, что Бэтмен тупил с артиклем у слова У перевода слова он тупил с артиклем И ради этого была погоня, где разрушены кучи грузовиков Куча там, я не знаю, по идее потенциально травмированных, убитых людей Но на это настолько фильм забивает То есть Бэтмен такой, типа, не стоит никого убивать в один момент фильма И в то же время куча взорванных грузовиков Он такой, да, пофиг, вот тут пингвин валяется Подойду-ка я лучше красивенько, в словомо, к нему Причем меня больше расстраивает не то, что диссонанс Что Бэтмен, возможно, не допустил бы таких жертв Он даже не стал бы рисковать настолько большим количеством людей А меня расстраивает то, что выхлоп у этого всего очень маленький Пингвин, ну, подсказал артикль Ну, что это такое? То есть создатели решили, у нас будет прям детективная-детективная история При этом дважды за фильм Бэтмена унижают и пингвин, и загадочник Говорят, типа, ты не очень хороший детектив Что тоже в целом нормально, как бы Но эта линия, она не на протяжении всего фильма Там очень много всего внутри Вроде бы много всего внутри Но, по сути, оно такое какое-то пустое, размытое В том плане, что загадочник Загадочника маловато С ним нет прям прям прямого полноценного противостояния на весь фильм У нас тут отношения с женщиной-кошкой Выяснение каких-то отношений с пингвином С фалькона, с семьей своей И это вот такой жирный пласт, где слишком много всего То есть женщину-кошку натурально, ну, можно было вырезать И фильм длился бы на час короче И был бы более цельным Вот тогда бы он ввелся бы в себе А в итоге, в этой минимой насыщенности Иногда главный герой даже не успевает сделать какие-то действия сам Например, когда герой просто приходит к кошке на крыше И она такая А у меня есть аудиозапись Внезапно появилась вдруг словно из ниоткуда Где злодей говорит, что он злодей И это так удобно, просто идеальная вещь, чтобы показать в новостях Где злодей такой говорит Я злодей, я делаю суперзлодейские дела своими руками Вот вам я это наговариваю на пленку Аудио Пожалуйста, покажите ее по новостям И это будет ультимативное доказательство против меня Прям, ну вот, как удобно, как удобно Просто из ниоткуда так, бум, аудиозапись, где вот все, прям вот все выложено Ой, как удобно Или когда загадочник сдается, в финале оказывается, что у него есть секта Как у нас в компании назвали Два червопикабушников, фанатов Которые должны устроить замес вот после того, как его взяли в плен Тоже из ниоткуда А вы знали, что у меня есть куча фанатов Которые просто отсиживались То есть, если взять скопление народных масс из того же фильма Джокер Там показывали, что постепенно в городе вот нагнетается вот эта атмосфера людей Которые не согласны там с политикой И которые действительно будут бунтовать Поэтому, когда в конце они появляются Это абсолютно логично и приводит к такому катарсису, да То, что весь Джокер вот привел вот к этому переполоху в том фильме Здесь они просто взялись и такие И начали ходить там с автоматами Готовить какие-то тайные вещи Которые полиция, никакая охрана мэра не смогла уберечь То есть, ну, как бы у вас мэр Фильм суперсовременный Там много современных технологий Там видеокамеры на глазу, мобильные телефоны Это все есть Но при этом охрана мэра не может проверить верхние точки Которые должны были проверить первым делом И когда она выходит, чтобы ее стрелять Она сама такая Ох ты, там люди-снайперы сидят и даже не прячутся Как же так? Никто не заметил их А я так вышла на открытый огонь О, надо же! Вы становитесь весьма популярным Фальконе, по идее, должен быть одним из самых страшных злодеев Судя по описанию, который вьется вокруг него Например, полицейский пожертвовал собой Чтобы не говорить, не называть, не давать наводку То, что все замешано в Фальконе Но при этом самое страшное, что мы о нем видим Это то, что он там на аудиозаписи девушку убил Да, то есть Никаких флэшбеков, никаких вот показаний Там пингвин перед ним под конец не трясется Он как бы такой говорит Ух ты, урод, вот наконец-то тебя посадят То есть нет вот этого трепета, то, что тот держал на шее руки у всего города Это не чувствуется, это не передано Руки Вера! Когда загадочника схватили, у меня тут прямые параллели с фильмами 7 и Хранители В том плане, что злодей вроде бы схвачен или раскрыт Но при этом злодей побеждает Что в фильме 7, что в фильме Хранители Он все равно свое злодейское дело делает Поэтому он и раскрывается перед героями Только поэтому он позволяет, раз он их ввел Раз у него все было под контролем Только поэтому он им позволяет там узнать все как есть И здесь, когда загадочник сидит в тюрьме Когда Бэтмен с ним разговаривает И после того, как загадочника схватили У меня рисуются в голове две линии По аналогии с 7 и Хранителями Либо должно случиться что-то ужасное И злодей победил, и все, герои проиграли И теперь всем жить с последствиями этого То есть тот самый мегапотоп Либо герой все-таки как-то разгадывает Наконец-то финальную загадку злодея Несмотря на то, что весь фильм лажал В конце он его все-таки как-то обхитряет И умудряется как бы доказать Что, ну, силы добра побеждают и важны И ничего злодеев не получится Не случилось ни того, ни другого То есть сам Катарсис, вот этот мегапотоп Он не привнес каких-то разрушений Он не привнес гигантских жертв То есть, ну, город теперь затопленный, да Финальная битва происходит в большой луже То есть не случилось чего-то такого прям супер страшного, да Герой не остановил глобальный катаклизм То есть он тоже не сделал такого, чтобы прям остановить То есть в финале он сражается с этими двачерами-сосачерами Вот как бы это вот финальная битва В конце он геройски обрезает электричество То есть он прыгает на кабель и обрезает Это вот финальный геройский поступок И он так подан, как будто он в конце падает на шипы Или в пропасть, но он падает в воду И это не так эпично смотрится Это не смотрится как абсолютное самопожертвование героя, да Чтобы вот все, вот настолько он готов Вот принести себя в жертву, чтобы остановить вот этот катаклизм Это мелочный, что ли, как-то воспринимается В конце он подплывает к людям Которым в тот момент уже ничего не угрожает И протягивает им руку То есть вся эта глобальная, переусложненная конструкция Не привела к одному единому катарсису То есть с женщиной и кошкой, да, в конце разбежались Загадочник вроде бы побежден Фальконе вроде бы побежден То есть вот у нас есть вот эти три сюжетные линии И они все вот в цельную картину не сложились Но это для меня То есть это я так воспринял этот фильм Рад за всех тем, кому понравилось Я как-то не смог этим проникнуться Но при этом я, ну, не могу сказать, что фильм плохой Там шикарные актеры, шикарнейшая картинка Фильм было не скучно смотреть три часа Три часа красоты, любований Того, как все здорово выглядит Дорого, богато Просто тупо красиво снято, да Очень-очень красивый фильм у нас про Бэтмена теперь есть Выбранная цветовая палитра для супергеройского кино Очень здорово вот окунуть целый фильм в такую желто-красную краску, да Экшн-сцены обычно короткие, но нормальные То есть я не скажу, что они крышесносные В этом фильме почти ничего такого не было Вот прям вот нет какого-то кадра, где прям ух-у И прям вот я бы ухнул Но смотрится все в меру здорово То есть у Бэтмена в данном фильме пуленепробиваемый костюм И когда по нему херачат в упор из автоматов, а он идет как танк Это, ну, свой прикол в этом есть Женщина-кошка ловкая, всем разносится ногами Иногда с помощью компьютерной графики Но при этом, ну, разносит, почему бы и нет Погоня под дождем просто потрясающая И тут я вспомнил, что могу поныть в еще одном направлении Режиссер Мэтт Ривз у меня похожая история Что с этим фильмом, что со всеми предыдущими его фильмами Это Планета обезьян 2.3 И впусти меня Эти все фильмы, я считаю, очень красивые Но для меня слишком киногрехованные То есть я слишком придираюсь к ним во время просмотра И в итоге это меня выносит из истории самих картин Что в Планете обезьян 2, когда люди воевали с обезьянами Одна обезьяна-злодей вдруг притворилась глупой обезьяной И люди допустили, что тот взял, подошел, взял автомат, расстрелял их Я такой, типа, что это? Ну какая-то абсолютная глупость с серьезным лицом Лучше всего для меня картину рисует фильм «Впусти меня» Есть фильм из Швеции 2008 года И когда он обрел такой некоторый успех Сняли американский ремейк В 2010-м с Хлои Морец Вот снял этот же режиссер Мэтт Ривз И если посмотреть эти два фильма подряд Можно увидеть, какая стройная, обычная, нормальная история Появилась в Швеции И какая кривая просто Режиссер Мэтт Ривз взял всю ту же самую историю И я бы не сказал, что он сделал это красивее Прямо он сделал это красиво, но масштабней То есть там, если происходит авария, то она прям так мощно все заливается огнем Если в конце происходит кровавое месиво, то это прям мега кровавое месиво То есть швейцарский фильм был очень бюджетный И при этом там породилось множество маленьких моментов Которые, ну, кривые Которые, если смотреть два фильма подряд Ты понимаешь, что логика изначально в истории была Но в американской версии она прям пропадает Все ради мнимой эффектности Я не вспомню конкретные киногрехи Вы можете сами посмотреть Но я помню, что вот у меня вот это вот состояние шока Того, как историю переделали именно таким образом Это было очень странно Это было 10 лет назад И вот с тех пор, как бы, стиль Мэтта Ривза для меня не изменился То есть я не могу полностью проникнуться его фильмами Потому что там в планете обезьян люди такие О, мы не можем жить без электричества Мы без него умрем Ну, как бы, люди живут без электричества Это не совсем панацея Или, например, в планете обезьян 3 В последние две минуты фильма Из ниоткуда берется гигантское количество Каких-то войск непонятных людей Которые прибегают И вдруг звучит взрыв И это же гигантское Ну, просто взявшееся из ниоткуда гигантское войско Заваливает лавиной снега Которая тоже, ну, резко возникла В том месте, где была база То есть, ну, базу тоже они как-то построили так Что ее могло вот так легко завалить И их всех резко заваливает Это просто из ниоткуда взялось войско Из ниоткуда войско уничтожилось И вот в Бэтмене тоже Из ниоткуда взялась аудиозапись Из ниоткуда взялись пикабушники с автоматами И вот как бы это вот периодически вот такие вот решения Да, да, появление пикабушников с автоматами Эффектно Типа вдруг не было ничего И вдруг целое войско противников С которыми можно сражаться Это эффектно Но как-то сюжетно Это, ну, с нихера И меня, как зрителя Конкретно меня Такая эффектность не устраивает Но в то же время свое удовольствие от фильма я получил Все, кто кайфанул больше, чем я, рад за вас У меня не получилось Но при этом, ну, почему бы нет Я всегда рад, когда фильмы приносят удовольствие И мне всегда обидно, когда я не могу это удовольствие извлечь Из-за каких-то внутренних загонов Которые вот я все это время сейчас вот говорил Ну, ну, так вот иногда случается Напишите, что думаете Посмотрите, какие бонусы я предлагаю на Бусти Может вас что-нибудь заинтересует Времена нынче тяжелые Ролики в каком-то смысле для меня делать бесполезно Но иногда, вот как сейчас, захотелось высказаться Спасибо, что посмотрели Пока